всем доброго дня шикарная погодка жара я прибыл с ночевкой вот такое красивое место на берегу реки сейчас вам все покажу буду я здесь ночевать ловить рыбу и готовить выбрал вот такую полянку себя стоит мой рюкзак пришлось правда в рюкзак все не влезло ну а если бы влезла то он был бы нереально тяжелый пришлось взять еще вот такую сумку ну и вот стоит мои удочки поплавочные спиннинговые и перед нами открывается вот такая красота но есть и некоторые минусы сейчас я вам о них расскажу когда здесь был год назад река была сильно глубже а сейчас она обмеляла вот там выше но я вам еще покажу поближе были две таких плотинки но они сейчас их видать напором воды немного прорвало вода чистая чистая прозрачная прозрачная но очень мелко тот раз я здесь ловил плотвичек уклейку и окуня на спине сейчас ребят даже не знаю поймаю что-нибудь здесь или нет но я буду пробовать что-то ловить и в моих планах желательно сегодня ну или бы завтра наловить немного рыбехи на уху но и на пожарку так как ничего мясного у меня с собой нету конечно есть другие продукты но без рыбки будет скучновато и поэтому надо обязательно поймать рыбу чем мы скоро и займемся ну а потом будет обустройство лагеря и приготовление той самой все-таки решил я начать с того что сейчас поставлю палатку для того чтобы было разложить где-то вещи поскольку я не могу тут раскидать вещи по всему берегу реки мне нужно срочно разобрать палатку ну естественно колышки втыкать я не буду это мне не надо надеюсь палатку не унесет вставляем растяжки и палатка готова это дешманская палатка которая была в загажниках у моей женщины которая когда-то ее купила и ни разу так ей не воспользовалась ну как видите полянка стала немного чище ну все готово делов то на 10 минут даже меньше ну что сейчас я расстелю матрас пускай он надувается матрас самонадувающийся кто смотрел предыдущие мои видео тот его уже видел прекрасный матрас но немного большеватый и немного тяжеловатый а так матрас отлично открываем клапан но он уже начал надуваться ну и также спальник тоже сразу брошу пусть распрямляется спальник у меня очень теплый жаркий такой зимний но летнего у меня спальника нету будем спать галышом не застегивая его других вариантов нет спальники нынче дорогие главное чтобы в него клещи не залезли иначе мне хана сейчас я быстренько покидаю стальной шмурдяк в палатку и займемся рыбалкой это удочка от компании даю классная вообще суперская удочка за вообще за недорого если кому интересно ссылка будет в описании закармливать я думаю здесь нет никакого была поклёвка нет поклёвка была закармливать здесь нет никакого смысла но вечером попробуем еще половить на спину щучку в том числе хотя вы знаете нормально 6-метровочка вот сейчас вполне на такой речке нормально ловить попробуем опарыша 1 есть есть ребятки ох ты мелочь не сошел хорошую ловку вот это еще смотрите ребята пойдет на уху прям возле берега взял вот какой смотрите красавица это уже размер это уже ушистый 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 ушастый так только ребятки не вздумайте свалить отсюда маленький они могут выпрыгнуть надеюсь не выпрыгнуть так знаете ребята такую удочку 6 метров очка я купил за две тысячи что с небольшим обалденную удочку такое ощущение что и килограммового леща тиму неужели здесь платвы нету должна быть Сейчас что-то не хочет плевать Давайте тогда попробуем вот так Отпустите в плыве Есть, ребята! Прямо представляете, на струе Сейчас я вам покажу Да, это было смешно Я держал поплавок, он на меня наплыл Я его как бы в придержку И прям удочка как фидер Сейчас вам покажу Вот такой окушок Поймал только что окушка А камера была выключена Ну такой нормальный окунек Давайте Сейчас попробую на двух опарышей опять У меня сейчас глубина увеличилась Леска, видите, как скользит Очень легко она поплавки Ну ладно Сейчас я это не исправлю У меня кембриков нет с собой Сейчас взял нормально Опа! Опа! Вот у меня вот сейчас она отпустила Мы, конечно, уху хотим, но не настолько Опа! 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 Маль sec Перестал тут плевать. Пойдемте с вами. Тишь да гладь да благодать. Вот чуйка короче меня не подвела. Я знал что здесь рыбы теперь нету, потому что течение достаточно сильное, не глубоко и вода здесь прозрачная. Пойдем обратно. Есть ребятки, смотрите кого поймал. Это по-моему елец, если я не ошибаюсь. Смотрите какой красавец. Только что вот здесь бревнах поймал. Сейчас включу камеру и буду с вами ловить. Обалденная рыбеха. Смотрите какая крупная. Ловлю с бревна тут блин. Малейшее движение и можно навернуться. Видно вам будет поплавок-то, не видно. Вот так вот я. Опа! Есть! Была поклевка. Вот она. Ах! Сошла! Я предлагаю плавить на спине. Тут такие всплески. Мне кажется тут щука есть. Здесь вот, ребятки, я только что увидел, как что-то крупная плескалась. Везде здесь плещется. Сейчас попробую. Как загрозить-то здесь. Забросить-то здесь. Кто сидит. Ты что остался тут? Нет, наверное,ery Neera. Ребятки, откидал я здесь все вокруг Было что-то похоже на пару тычков Но это не точно, потому что это могли быть ветки или трава Время около 8 часов вечера Я очень хочу кушать, так как с обеда я ничего еще не ем Ну а на воздухе, естественно, аппетит Ого-го какой! В общем, обловил я здесь все на спиннинг Нифига! Ну, показалось, конечно, пару поклевочек было Но, возможно, это показалось Я всегда говорил, поплавок рулит С поплавком никогда голодный не останешься А со спиннингом останешься Вы, конечно, сейчас скажете, что я не умею ловить Возможно В любом случае поплавок рулит Так что пошли готовить его Рыбешка моя вся уже кверху пузом плавает Представляете? Все кирдыки Хотя я в тенек поставил Сейчас будем из нее делать уху Но, по крайней мере, не придется заниматься живодерством Фу! Что-то я уже подзаколебался Время 8 часов И пора Попить Напитка Сейчас, ребятки Сейчас начнем Что-то и чистить уже неохота Я же вам обещал уху Будет уха Сейчас будем чистить рыбу Извините, ребятки Но пня нету Поэтому придется чистить рыбу Вот на этой штуке И сказать по правде Я не очень-то это умею Но попробую К моему студу признаться Я никогда не чистил окуней Я видел, как это делается Пару раз в интернете Но я уже, если честно, не помню Вот передо мной лежит окунь Что с ним делать, фиг его знает Наверное, сейчас знаете, что, ребятушки Я, наверное, вытащу из них кишки И сварю их целиком А белая, которая одна рыба Ее я почищу А окуней я чистить не буду Чистить рыбу я не умею Да и уху варить я тоже не умею Что получится, не знаю Так, забрасываю все обратно в корыто Сейчас пойду на берег речки Там вытащу все кишки А вот белую рыбку я, пожалуй, что почищу Ну, она так легко чистится Одно удовольствие ее чистить Суп с чешуей я есть не хочу Поэтому постараюсь получше это сделать Суп с чешуей я не умею Воду для настоящей ухи Мы, конечно же, возьмем с этой реки Надеюсь, я не крякну У нас ухата будет как положено С картошкой, с морковкой и с луком Порезал, ребята, картошку А камеру забыл включить Поэтому получилось не на камеру Уж простите Ну, вот еще одну решил порезать Потому что двух картошин мало Будем из трех картошин варить суп Ну, вот так вот, собственно, я это делаю Из всяких там извращений По-простому все Можно, конечно, было и покрупнее порезать Но я не очень люблю крупный Все, готово Если честно, ребятки Я не знаю, как морковку кидать Когда ее кидать Сразу Или не сразу Поэтому закинем ее сразу Я не знаю, как морковка По-моему слишком много воды, наверное сейчас отолью немножко. Ох, держится, держится, отлично. Вот такая, ребятки, картина открывается, варится уха на горелочке, готова луковица, ложечка. Прошло уже 20 минут, но вода что-то не закипает. Давайте пока почистим лук. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, прошло уже 20 с лишним минут, закидываем рыбку. Ну и соответственно закидываю лук. На вид очень даже ничего, надо не забыть посолить. Сейчас мы уху посолим, а чуть попозже, когда она будет готова, добавим туда вот такого классного перчика. Я думаю, что столько хватит. Ну а не хватит, добавим. Ребята, запах, конечно, ну не как у костра, но все равно очень вкусно пахнет. Уже пахнет обалденно. Ммм, класс. Знал бы, два напитка взял, а так у меня только один. Ну что, ребятки, давайте снимем пробу. Нормально. Нормально. Ммм, вкусно. Только надо чуть-чуть досолить. Вот так. Сейчас это много-немного. Много-немного. Вот так. Картошка уже готова. Ну-ка, морковка. Морковка немного сыровата. А картошка готова. Ну так, вполне. Съедабельно. Поварил я еще где-то минут 15. Давайте снимем пробу. Ммм, очень даже ничего. Да, еще пускай минут 5 постоит и будет в самый раз. Я так подозреваю, что я зря сюда бросил белую рыбу. Я вот сейчас пробовал, мне попалось пару костей. Скорее всего, она разварилась. И мелкие кости от нее будут мешать кушать уху. Наверное, я зря это сделал. Ну, что сделано, то сделано. А так уха вкусная. Конечно, на костре бы она была лучше. Но, ребята, нельзя разводить костер. Вы же не думали, ребятки, что я буду есть уху без зелени? Конечно же, я порежу зелень. У меня есть еще зеленый лук. Но я его резать не буду туда, потому что там лук есть трепчатый. А вот зелень я обязательно порежу. Ну, столько, я думаю, хватит. Сейчас порежем зелень. Бросим туда в уху. И уха готова. Я ее уже выключил. Все готово. К сожалению, тарелочки у меня никакой нету. Поэтому придется есть прям из котелка. Все, огонь. Ну, красота какая. Запашок сразу другой пошел. Уха, ребятки, готова. То мне многие писали, когда ты уже уху сделаешь, рыбку приготовишь. И вот, наконец-то, я сделал для себя и для вас уху. А завтра, если мы наловим рыбу, я еще ее и пожарю. На улице уже совсем стемнело. Остался последний штрих. Это перчик. Сейчас я выловлю себе рыбку. Да не одну, а парочку. Парочку окуней. Раз. И... Вот это вот белая рыба. От нее, наверное, костей дофига. Белую, ладно, не буду брать. О, парочку окуней себе выловлю. Сейчас попробую их. Время 10 часов, а я только сел ужинать. Ну, ладно. Вкусно, классно. И морковка доварилась. Вообще обалденно. Важно вкусно. Да, не зря я время потратил. Очень, ребята, вкусно. Давайте окушка попробуем. О, какой красавец. Как, ну, шкуру мы есть не будем. Ммм. Угу. Вкусенько. Тишина, вон, луна. Я покушал, все нормально. Даже, честно говоря, не знаю, делать чай или не делать. Или уже спать ложиться. Что-то я, честно говоря, уже подустал. Ладно, решил я еще чай поставить. Заварочки. Сахарку. Ну, и добавим немножечко хвои. Елки здесь нет, поэтому добавим сосны. Одну веточку достаточно будет. Для аромата. Ну, вот и все, ребятки. День подошел к концу. Время без 5.11. Я что-то подустал. И ложусь спать. Уху я приготовил, чай попил, поел. Все хорошо, тепло, сухо, комфортно. Комаров здесь нет. Я здесь побрызгал, они все свалили. В общем-то, я думаю, спать будет комфортно. А завтра будет новый день и новое приключение. Будем ловить рыбу и что-нибудь готовить. Желаю всем спокойной ночи. До завтра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова